Народ, всем привет! Для чего многие зрители нашего блога тренируются, посещают тренажерный клуб, бегают по утрам, следят за своим питанием? Ну, мы надеемся, что многие, конечно, чтобы быть красивыми и здоровыми. Скажете вы, кто-то мечтает быть просто подтянутым, а кто-то сильным и накачанным. И оба этих пункта достигаются только упорными тренировками. Повышению силовых показателей, увеличение частоты подходов, масса отягощения, скорость круга на стадионе и так далее. Другими словами, сила и рост показателей достигаются только за счет увеличения приложенных усилий, постоянного прогресса в личных тренировках и достигаемых результатов. И тут мы подошли к одному важному пункту, который почему-то выполняют не все начинающие, да и более опытные спортсмены и посетители тренажерок – ведение дневника тренировок. Это простое, на первый взгляд, правило является обязательным пунктом для новичков, основополагающее их тренировкам. Да и завсегдаты из спортивных клубов также пользуются личными записями. Для чего они нужны? – спросите вы. Я и так все прекрасно помню, какие упражнения мне выполнять. Да и я люблю по наитию или тренируюсь по настроению. Новый тренд в тренировках, который все чаще можно услышать от коллег по залу. И, конечно, зря. Кто вам может дать дневник тренировок? Самое главное, что дают личные записи – это рост в силовых показателях. Если вы не ведете записи, сколько вы пожали за эту тренировку, какой вес взяли, сколько подходов совершили, то через неделю вы все попросту забудете. И даже если вы что-то примерно помните, помните свой максимум весит, то количество повторений, подходов, а какой вес был перед этим, на сколько повторов, вы точно не вспомните. А это очень важно. И важно это именно потому, что записи помогают плавно и, главное, постоянно прогрессировать, даже там, где прогресса сразу не видно. Взял свой максимальный вес на 6-8 повторений, тяжело идет дальше прогресс. Ни вес, ни повторения не растут. Проанализировал записи, понял, где подтянуть, взять больше или, наоборот, чуть меньше вес перед этим, чтобы спрогрессировать. Возможно, стоит немного сместить тренировку в сторону суперсетов, там на пару неделек. В общем, есть полная картина личных тренировок. И также немаловажно, из-за наличия такой картины роста, назовем это картиной прогресса, периодически просматривая ее, вы видите, как вы растете, как вы становитесь сильнее и быстрее. Это не только дает понимание о скорости вашего роста, но и просто мотивацию к дальнейшим действиям. Ну или вы понимаете, что делаете явно что-то не так, если прогресс там слишком медленный и пора что-то менять. Возможно, сменить план тренировок или обратиться к более опытному тренеру. Но остается вопрос, как правильно вести записи, чтобы ничего не упустить, чтобы всегда было под рукой, чтобы понимать свой прогресс и рост. Во-первых, для себя нужно определиться, в каком формате вы будете вести свои записи. Я лично предпочитаю тетрадку, а точнее эксельку, в котором я веду план своих тренировок, отслеживаю показатели и так далее. А на тренировку просто распечатываю заранее подготовленные таблицы для записи. Но многие предпочитают вести заметки в телефонах, в простых заметках или же использовать специальные предложения. Это удобнее для тех, кто стесняется ходить с тетрадкой. Ну или просто так удобнее записывать, чтобы дома потом перенести ту же эксельку, например. А приложения, на мой взгляд, не всегда удобнее, так как они подгоняют тебя под них, зачастую навязывая ненужные пункты, какие-то настройки и так далее. И при этом зачастую то, что важно для тебя, в них нет. Другими словами, тяжело подобрать хорошее приложение под себя любимого. А какие же важные пункты надо учитывать в своих записях, да попробуем давайте разобраться. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Вес и количество повторов. Собственно говоря, классика жанра. То, что вы обязательно должны записывать после каждого выполненного подхода, удачного или неудачного. Упражнения, их количество и порядок выполнения. Это важно, так как лично я зачастую меняю порядок упражнений. Могу воспользоваться правилом сетов, могу изменить упражнение на другое. Могу выполнить два упражнения совместно, например, поочередно. Все это нужно учитывать и помнить. Время отдыха между подходами, а также время самой тренировки. Тоже довольно важный пункт, особенно если у вас замедлился рост силовых показателей. Я его лично использую не часто, только в случае возникновения застоя, так сказать. Так как им можно немного варьировать и изменять свои тренировки, а также вес, который вы поднимаете, что даст вам некий прогресс. Легкость выполнения подходов. Этим я пользуюсь постоянно, особенно для последнего финального подхода в многосуставных упражнениях, когда вес максимальный. Проще говоря, если вы взяли вес на 8 повторений, но сделали это еле-еле на пределах своих возможностей, и вполне вероятно, что на следующей тренировке вы не повторите этот подвиг, такое бывает часто и зависит от многих такторов, народе говорят, сегодня дал Геракла, то я поставлю звездочку, простую звездочку, рядом с показателем записи. И на следующей тренировке я буду понимать, что мне и дальше нужно стремиться к этому весу, а не брать его за основу, например, увеличивать вес. На самом деле таких пунктов может быть множество, все зависит от вас и ваших предпочтений, вашей подготовленности, ваших целей. Записи можно вести не только по силовым тренировкам, но и по бегу, занятиям на велотренажере, в любых тренировках, но вести их стоит, так как это занимает не так много времени, а польза от них колоссальная. В общем, как-то так, народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи, народ, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok